Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас на ваших экранах вы видите три папочки. Первая папочка, это, нет, давайте так начну, скажу, что эта папочка содержит в себе нормативно-организационные документы различных инстанций и организаций в Российской Федерации, которые так или иначе связаны с так называемыми психофизиологическими обследованиями. В Российской Федерации созданы 32, по моей информации, 32 лаборатории психологического обеспечения в разных городах Российской Федерации. Их это очень много или очень мало, не знаю судить вам, с учетом того, что всего более 800 предприятиям Российской Федерации требуются такие психофизиологические обследования. А по этим документам возможно еще и большее количество предприятий не только атомной отрасли, но и других отраслей деятельности человека, нефтегазовой отрасли, горно-рудной промышленности, транспортных предприятий, авиа-ЖД, автотранспорта и так далее. Перечень этих предприятий просто огромен, которые подпадают под действие этих новых новейших документов, которые вы сейчас видите на моем экране. Первое. Ростехнадзор. 623 постановление Ростехнадзора. Последнее. Оно недавно было обновлено существенным образом. Оно говорит о том, что психологическим обследованием быть наряду с медицинскими осмотрами, предсменными, периодическими и так далее. Обязательно требуется проведение психологических обследований для лиц опасных профессий, связанных, как я уже говорил, с атомом, транспортными какими-то моментами, добывающими нефть, газ, уголи и так далее. И тому подобные. Эксплуатирующие источники, ионизирующие излучение и другие опасные формы, химические вещества и так далее. Одним словом, Ростехнадзор. Самая главная организация, замечательная организация. Она говорит быть медиком, быть психофизиологом. Надо контролировать и медицинское состояние, состояние здоровья работников потенциально опасных производств, и психологическое их состояние. И это отнюдь не психиатры, наркологи, а именно психофизиологи. Вот в этом 623-м постановлении Ростехнадзора все они прописаны, указаны. И второй документ. Это 749-й приказ Минздрава Российской Федерации, который отвечает на вопрос, как быть психофизиологом, как быть медиком при проведении предсменных, периодических и внеплановых психологических и медицинских осмотров и обследований. У медиков осмотры, у психофизиологов обследования. Есть еще несколько документов, не менее важных, но о них мы поговорим, наверное, в следующий раз. Как-то 532-е приказ, неотмененный, действующий для психофизиологов, 89-е постановление правительства и так далее. Это тоже важные документы, но о них несколько позже. Давайте сейчас перейдем к приказу Минздрава 749. Наконец-то наши медики разродились. Не побоюсь этого слова, на протяжении 20 лет я в этой сфере работаю, более 20 лет. Наконец-то что-то стало выкристаллизовываться у этих товарищей, находящихся в городе Москве, я их все знаю поименно, пофамильно. И они что-то создали, путное и дельное. Давайте попробуем это посмотреть. 749-е постановление. Вот оно у меня здесь открыто. Обратите внимание, 749-е. Это документ, скачанный мной из правовой системы «Консультант». На странице 12, в пункте 46, мы наконец-то, ура, свершилось, мы наконец-то видим те методики, которые необходимо применять психофизиологам при проведении психологических обследований. Тут они несколько странно сформулированы, поскольку, по моему твердому убеждению, что измерение температуры и давления, банально, это может проводить любой фельдшер. Тут не надо какого-то особого образования психофизиологического, учиться 5 лет, померить у работника, выходящего на рабочую смену, давление и температуру. Ну, наверное, может любой человек, не буду говорить про кухарку, но скажу так, любой человек 21 века, померить давление и температуру. Что касается непосредственно профессиональной деятельности психофизиологов, здесь вот они отмечены. Обратите внимание, 46 пункт, он так и называется. Перечень методик при проведении психологического обследования включает, я уже упоминал о давлении, оценку вариабельности сердечного ритма. Это бред собачий, это вариабельность сердечного ритма, это никакая не методика, она была придумана там профессором Боевским в конце 70-х, начало 80-х годов. Это бред из бредов, вот это ВСР, вариабельность сердечного ритма. Ну, медики за него держатся, надо же им что-то показывать в качестве психофизиологической методики. А вот то, что касается непосредственно психофизиологии, тут написано она с ошибками, как это ни странно звучит, простая сенсомоторная реакция на свет. Надо отрубить голову тому человеку, который так написал. На самом деле методика называется простая зрительная, не сенсомоторная, а зрительно-моторная реакция на свет. Та же самая история у нас со сложной, не сенсомоторной, а зрительно-моторной реакцией на звук, свет, их несколько может быть. Далее идет реакция на движущийся объект. Слава богу, в названии этой методики ошибки не допустили. Указан следующий немаловажный фактор методика. Методика многостороннего исследования личности. Речь идет об ММПИ Березина. Слава богу, ура! 377 утверждений. Наконец-то медики в 2021 году признали, что надо проводить ММПИ, самую лучшую методику для исследования личности человека при психологических обследованиях. Далее идет оценка вариабельности сердечного ритма. Ну то есть это понятно, о чем речь идет. Речь идет о предсменных контролях. То есть опять же померить давление перед выходом работника на рабочую смену может любая кухарка. И соответственно сенсомоторную реакцию тоже может провести кухарка, но для этого надо иметь определенное программное обеспечение. Допускается проведение психологического обследования перед началом рабочего дня для смены с использованием дистанционного контроля состояния здоровья работника. Что тут имелось ввиду? Как всегда наши светила науки медицины не разъясняют. А настолько это скользкое и непонятное определение. Тут может быть два десятка толкований того, что они имели ввиду в написании этой фразы. Рубим голову. В Китае бы давно уже отрубили, наверное. Но тем не менее мы предоставляем все эти услуги. Не все, к сожалению, а может быть и к радости к нашей. Мы проводим периодические психологические обследования благодаря методике ММПИ, Миннесотский многоаспектный личностный опросник, вариант Березина. Только он может быть применен при этом обследовании. И мы проводим, соответственно, ПСМР, простую зрительно-моторную реакцию, ССМР, сложную зрительно-моторную реакцию и РДО, реакцию на движущийся объект. Вот, собственно, эти методики мы можем предоставить. Мы можем предоставить наша лаборатория в двух вариантах. Это онлайн-диагностика, да, то есть, или же это приобретение предприятием, создание собственной лаборатории под ключ с применением вот всех этих вышеуказанных, перечисленных здесь методик. То есть, мы можем продать эти методики предприятию, а можем проводить это все дистанционно через интернет. У нас разработано в нашей лаборатории LPFO PRO наш сайт. Мы можем это делать через интернет. Поставлять эти методики и работники могут проходить периодические обследования, мониторинг раз в год или даже чаще, может быть, раз в полгода. И, соответственно, предсменный контроль также можно с помощью наших предлагаемых разработок, методик, которые мы многие годы создавали, программировали и используем, эксплуатируем. Это ПЗМР, СЗМР, РДО. Вот, наконец-то, я хочу еще раз повториться, это радость моя, действительно, 749-е постановление. Давайте я вам покажу, чтобы не быть голословным. Вот он, консультант плюс. 749Н, 28.07.20. То есть, Ростехнадзор со своим 623-м постановлением, это 2018 год. Навье, навье последнее. И, соответственно, медики, Минздрав России, это 20-й год, 28.07.20.749Н, наконец-то, в медицинском документе появилось на странице 13 четкое понимание того, какими методиками психофизиологи могут пользоваться при тех или иных. Тут противопоказания указаны, которые ускорили незаметвление темпа мышления. Как интересно. Господа медики, какой методикой вы собираетесь исследовать замедление темпа мышления? Заторможенность, эмоциональная неустойчивость. Если вы медики, да, если вы профессора, кандидаты наук, светило-светил, ответьте мне, пожалуйста, скромному заведующему такой лаборатории, чем мне исследовать у пациента эмоциональную неустойчивость? Я знаю это. Почему в вашем документе вот этого не указано? Я еще могу понимать, когда терапевт смотрит, или невролог смотрит, позу Ромберга, или еще что-то. Тремор век рук, когда это медик осуществляет, или фельдшер, в лучшем случае. Но эмоциональную устойчивость должен смотреть психофизиолог, не психиатр. Психиатры психологии не знают, они не знают, что такое эмоциональная неустойчивость. Они знают психиатры свои 11 нозологий. У них 11 нозологий. Жизофрения, МДП и так далее, и так далее, и так далее. Откройте МКБ-10, почитайте. Но вот эмоциональная неустойчивость ни в одной медицинской книжке вы не увидите. А вот в книжке по клинической медицинской психологии или промышленной психозеологии вы этот термин увидите. Ну ладно, это отдельная тема для разговора. Я могу об этом говорить очень много. Вернусь к оптимистическому прогнозу, что это возможно получит какое-то свое предложение. И соответственно у нас появятся грамотные специалисты, которые на местах, на конкретных предприятиях, с помощью хорошего программного обеспечения, будут это все измерять. С точки зрения психозеологии, а не только медицины, когда там смотрят зрение, какие-то неврологические нарушения, ну и так далее, и тому подобную вещь, терапию и так далее. Таким образом мы с вами посмотрели вкратце. Можете скачать из Консультант Плюс 749-й приказ Минздрава от 28.07.2020 года 749-м. Давайте его закроем и снова вернемся к главной странице. Значит, Ростехнадзор 623-й, Минздрав 749-й, наконец-то там ММП, РДО, ПЗМР и так далее. Ну и как я уже говорил, 29Н и 988-й, но о них мы будем говорить, наверное, несколько позже. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова